здорово я забуду резать коробку голова болит сегодня тут короче коробки две коробки то есть треш не нужны не нужны никому коробки обзоры на коробке но они тут есть есть парочка комиксов их я вам покажу сегодня сейчас с оператором анастасии который выставить оценки обложкам как обычно плохие большая коробка коробка я уже как-то вообще открываю супер на опыте что собственно новенького на фронтах вообще комиксов давайте пока расскажу пока открываю а на фронтах комиксов у меня скажем так должен уже быть еще один заказ но нет я вы еще не оплатил не отправлял ничего просто там уже собирали вот так просто может просто ставить на коробку или даже на меня не давать снимать я пойду в окно и за на потом тапки свои куда-нибудь теперь другой это милиция это даре зачем так орать это женский волос нет мужик и стендумен рупор сказал он возможно шли пешеходы реально просто их решили так напугать почему ты сможешь коробку я же почти снимаю меня коробка диван нет ну можно было снять меня давно оператор посчитал нужным снимать коробку ты выдержишь нам ничего не буду вырезать короче мой заказ уже один в принципе готов к отправке я жду когда товарищ с которым я там как бы взаимодействовал сотрудничал отправить все мои новые комиксы где-то 15 15 их точно 15 штук там новые серии есть сами голова есть фантастическая четверка короче просто посмотрим новые комиксы и я уже пытаюсь найти что живот нет вот пачок что ну что ты можешь просто сказать ты можешь говорить ты оператор ты же ставишь оценки ты говоришь ну что тогда да зачем ты так спрашиваешь жестко все нормально долго говорю что ли просто короче теперь когда тот мы просто прошлый поставщик который еще не отправить 15 комиксов он скажет он завершает свою работу я ведь сказал вам что я ищу нового я вроде как нашел вчера я им написал огромнейшее письмо своими пожеланиями по нашему дальнейшему сотрудничеству посмотрим что они ответят буду держать во сквозь я же говорю тут ну как бы все быстро сделать две коробки я немножко лосинка там как-то торчит кажется если бы у меня было чуть больше просмотров люди искали очень душнило на коробку комикса они положили все что тут все что тут пришло сюда в коробку так ну ладно майлоры я говорил что я заказал сколько их там 50 сколько стоит сколько всего лишь 50 не 100 подожди а майлоры это штучка с картонкой не разломано посмотрите либо ее после чего плохо сложил она просто плохо как-то собрано не разобрать я наверно сейчас этим не буду заниматься но я плохо собрали да видно что немного плохо а вторая вторая кстати тоже самое вот это минус когда коробку за тебя собрали она пока доехала с америки она там растряслась уже тысячу раз это я недовольна надо было бы негативного этим чувакам отправить искать зачем собираете коробки я сам соберу это мне подарок положили там мой комикс просто ну чехлы и спинки к ним а то есть это комплект не рукава не продаются по отдельности вообще так надеюсь размер то такой который я сказал 725 м2 а тут 700 fb а то что потолще это что это защита protect your collectibles from the effects of aging защитите ваше это спинку под спинки чтобы это спинь это спинка это спинка бэкин борт бэкин борт против слиз так мало вот этих вот штучек 50 долларов 9 сейчас уже 7 что 50 долларов 9 а сейчас уже 75 75 долларов а первые которые ко мне приехали я покупал по 40 постов по видишь сразу это сам не тяжелый за это очень но это самый лучший вообще на рынке в америке которые есть то есть это это вроде говорила ты на видео которое заказывал в первый раз короче вторая коробка она такая или на стриме стрим был но разберешь и соберешь я просто надеюсь я можно собрать нормально ну а которая первая к тебе приехала наша собрана например на такие заломы у тебя все равно и будет чё ты переживаешь же коробка ты ее по-другому уже не сложишь не хочется взять у нас уже вторая большая огромная коробка которую я скоро перейти даже крышку собрали как уровень ну слушайте ну мышь на ю тубе до пидорасы это коробки так пахнут такой нехорошо давайте короче такой чувство опять вскрывать серьезно вскрыли и заклеили еще раз что творится на этих таможнях одному богу известно короче тут все у нас ultimate спайдер-мен все по-моему если не ошибаюсь я может быть ошибаюсь давай я подъеду поближе а что а что поближе а так тут самое главное для меня будет это качество комиксов одного продавца я точно помню его зовут апту и лэван апту и лэван и это наверное его посылка а другого тора и он там уверял что если он пишет что это девять и восемь то это девять и восемь Вот я сейчас посмотрю, какое оно, 9,8. Это должны быть идеальные комиксы, без каких-либо, в принципе, видимых нюансов. Я надеюсь, что так и будет. А ты как думаешь? Будет так? Да, будет. Меня в очередной раз заскэмит. Да, будет. Да, будет. Что еще пока вам рассказать? Комиксы дорожают. Услуги на оценку комиксов CGC тоже вроде как дорожают. Ты, кстати, говорил бы, когда дату видео. Да, сегодня 3 августа. Так на каждом видео надо говорить дату. Хорошо. Ну, сегодня 3 августа. 3 августа? А как он? Вчера вышел трейлер Карнажа, Венома. И комиксы вообще с Карнажем сейчас очень дорого начинают все стоить. Ну, понятно, его первые появления. Но пока еще не так много. И расскажи, какой мы вчера фильм смотрели. Человек-паук. Высокое напряжение. С кем? С Андрюхой Гарфилдом. С Андрюхой Гарфилдом. Какая оценка пустая? Я не знаю. 7? Или 6. Или 6. Или 8. У меня как-то... Ну, нормально вот вроде прошел, да? Ну, да. Он более, так сказать, приближенный, я бы сказал, в каких-то моментах к комиксам. Ну, хотя бы с историей вот этой. Потому что везде это Мэри Джейн, она уже просто рыжая достала. Она же почти всегда есть. Ну, да, там сделали Гвэн Стэйси. Бабя-зиньку. Тебе кто нравится? Блондинка или рыжая вообще? Блондинка. Ну, смотри, какую рыжую. Зиндая играет в том. Она же не рыжая. А Зиндая кто? Она не рыжая. Она рыжая. Это типа Мэри Джейн. Ну, конечно, Зиндая мне нравится. Ладно, поехали. Я их открыл. Тут, по-моему, около 5 штучек. Я пытаюсь вспомнить. Ну, да, вроде у него. Давайте я их просто по порядку, чтобы пока... было, рассортирую, чтобы мы все, так сказать, по номерам смотрели. Все, рассортируем. Сколько тут штук? 5. Ну, давай. Ну, поехали. Начну. Я сразу, прежде чем показать... Вон, я уже вижу, ты положил, я беру человека. Ах, ты, фак. 26 выпуск. Я посмотрю. Ну, да, неплохо выглядит. Но надо всегда открыть и посмотреть. 26 выпуск, я его уже прочитал. Называется Circles. Это Хобб Гоблин? Ну, пока... Нет, не Хобб Гоблин. Это Зеленый Гоблин. Вот так он должен. Мне нравится такой Зеленый Гоблин. Когда он реально монстр. А не то, как было, как в фильме. Ну, тут Человек-паук опять муравей какой-то. От меня он почти всегда во всех будет муравей. Там он... Ну, то тело красиво нарисовано. Ну, сам комикс, ребят, вы, может, не видите. Ну, 9,6 точно у него есть. Реально неплохо. Все углы выглядят. Спинка вроде как в порядке. Не могу сказать, что есть какие-то нюансы. Как написали Марвел сбоку. Как и всегда. Окей, оценка обложки. 7. Ты сегодня беспристрастный, да? Следующий. Ой, блин. Опять я его вижу. Опять ты его видел. Факт. Ну, ладно, это ты тоже видел. Это 29-й выпуск. Теперь там вот выпуски сейчас будут. У меня же какие-то были уже, да? А каких-то еще нету. Тут там, по-моему, вообще 10-й будет. То есть пока в разнобой. Я собираю всю, короче, коллекцию этих ультимативных Человек и Пауков. 29-й выпуск. Столен Айдентити. Украденная Вечность. Тоже неплохо выглядит. Ну, давайте я... Вот я предварительно пока... Вот это... Это 9. Зеленые поля, да? Это 9,6. 9,4. Такое. Отныне он почти всегда там будет муравьем. Ладно, тогда не буду на это понимание обращать. Не, почему? Если тебе он не нравится. Голова вообще нарисована, как будто мяч какой-то отдельно. Хочется... А вверху это что? Не, я вообще не художник. Путинка. Ну, посмотри сам, как голова нарисована. Я посмотрел только что. Я просто показываю... Зачем ты надвигаешься? Я показываю ближе для тех, кому все-таки, может, интересно какое-то увидеть состояние, комикса. Ну, если честно, он смотрится такой блестящий и ничего не видно. А, так вот так надо показать? Нет, я имею в виду, что он хорошо смотрится. Ну, хорошо, твоя оценка. Тут даже порванный, кстати, Майлор надо заменить. 7. Тоже. Хорошо. Я пока не могу ставить обложки. Ну, я, наверное, тоже 7-8 поставил. Ты ставь свою оценку. Кто это за художник? Бэгли. Бэгли. Ты уже запомнила его. Мне нравится Бэгли. Он до сих пор рисовал. Это в 2002 год, если что-то. И его стиль меняется, реально скажем, видно. Он уже еще рисовал и в 80-каких-то годах Человека-пука. Чего себе. Настоящий фанат, наверное. Ну, давай теперь тот, который ты видела тогда уж. Изи-бизи. 116-й выпуск. Прикинь, как далеко прыгнул. Ну, просто мне понравился по состоянию и по обложке. Но этот мне нравится. Красиво выглядит. Может быть... Свою оценку не говори. Обложки. Допустим, что это... То есть, я обложки говорю. Что это... Нет, я комиксу говорю. 9,8, да. Похоже на 9,8. Осталось открыть и посмотреть. Кстати, они перестали писать название. Вот так вот, как там название типа серии. Перестали писать. 116-й выпуск. Это Зеленый Гоблин опять? Да, Зеленый Гоблин опять. Да, Зеленый Гоблин. Такое чувство, что немножко другой художник. Я сейчас проверю. Ну, Человек-паук уже по-другому как-то прорисован. Да, это другая обложка. Это вот кто-то из вот этих Стюарт Имманен или Уэйд фон Граутборген. Гляньте, какие у него глаза большие. Ну, это просто другой художник. Это другой художник. И уже по-другому нарисовано видно. И Хоб Гоблин другой. Зеленый Гоблин. Представь назвать Хоб Гоблин, потому что Хоб Гоблин будет. Будет. Когда? Ну, такая, не знаю, балл в пять я бы поставила этой обложке. Балл в пять. Мне нравится цвет, оранжевый, выпрыгивает из окна. Как каша выглядит. А, это рисует Изаново. Вот, тут есть Изанове. Изанове и ЦП что-то. Ну, кто-то из них. Ну, мне она нравится. Я бы поставил ей девять или восемь обложки. Для меня просто непонятно. Я щедрый. Все это знают. Я ставлю обложкам восемь, в чате пишет пять. Я говорю девять, ты говоришь четыре. Ну, у меня почти все обложки восемь. Вот, как минимум. Если она просто нормальная, если она нравится, это восемь. А там уже другой. Окей, поехали дальше. Окей. Тридцать второй выпуск. Тридцать второй выпуск. Ну, вроде неплохо. Девять шесть, девять четыре точно есть. Девять восемь, наверное, вопрос. Тридцать второй выпуск. Just a guy. О, это мне на девять баллов. За что? Просто за двух человек и пауков, муравьев? Да. Это уже начинается сага клонов. Это начинают появляться клоны. Мне нравятся такие руки накаченные. И дик. Дик. Безусловно, есть. Девять баллов. Ну, это вот Бекли. Бекли обычно всегда где-то оставляет. Он что-то, ну, рисует. По крайней мере, сейчас. Раньше, видимо, смотрите, не рисовал, действительно. Девять баллов. Еще раз покажи. Да, девять баллов. Ну, я бы от обложки тоже, наверное, девять-десять поставил даже. И на меня очень влияет комикс. Если он интересный, я обычно ставлю десять. Если он как-то связан с тем, что... Если на обложке как-то связано с тем, что происходит... А зачем глаза так вот так вот делать? Тебе так интересно? Да? Ладно, вот эту обложку я просто люблю, потому что тут начинается вот серия моя из детства. Я ее прям помню, когда я их собирал. Но мне она нравится. Тут начинается Карнаж. И тут тоже есть Гвен Стэйси. Там есть Карнаж? Да. Тут есть Карнаж. Карнаж? Это Красный Веном. Да. Это Красный Симбиот. И тут тоже есть Гвен Стэйси. И в ультимативной вселенной это такая девочка типа Рокер такая крутая. Она вообще как бы... Ее отца тоже убили, спойлер. Ее отца тоже убили в этой версии. И она живет с Питером Баркером как друг. Просто как друг. Но он встречается с Мэри Джейм. Ну вот, если я не ошибаюсь, когда тут будет какая-то история, и Карнаж ее убьет. Карнаж ее убьет. Короче, это так и называется история Carnage Part 4. Четвертая часть Карнажа. Так вот. Мне очень такие на заборке темные, такие стильные. Вообще вся эта линия с Карнажем, она такая невеселая. А что это за рука? Не знаю. Не помню. Надо прочитать. Это на фоне там луна на заднем. Не знаю, Настя. Просто вот такая обложка. Так написано. Вот, кстати, Бегли отставил тут свой автограф. Вот так он обычный. Ну, 8. Почему 8? Красный, красивый, темный, бордовый. Эта линия вообще там она со смертью только связана. Если до этого, до 60-го выпуска там все так более-менее мирно, то тут уже начинается умирать. 8. 8. Аминается вот Чайк-паук. Очень красиво нарисован, обратите внимание. Вот он не муравей. Вот он накачанный ноги. Почему 8? Почему 8? Это обложка 10. Ну, 8, потому что мрачно. Мрачно. Как и наша жизнь, друзья. Сейчас тут музыку покажут. По состоянию, вот, кстати, вот этот комикс чуть более... Ты даже никогда ее не поставишь. Это музыка. Да. По-моему. Тут немножко как будто со спинкой. Спинка немножко изогнута. Изогнута вообще. Ну, конечно, ты так швыряешь, но не только спинка изогнется. Поехали. Вторая коробка. Вот это комикс от чувака под никнеймом Up to Eleven. Он к своим комиксам пишет, что они типа 9,6 и Maybe Higher. Хотелось бы верить, что они Maybe Higher, чем 9,6. Ну, вот эти вот тебе обещали 9,8. Ты согласен? Это чувак. Ты согласен, что там все 9,8? Ну, я еще не настолько изучил это хорошо, вот эту книгу. Я изучаю ее, но мне некогда. Ребят, я пытаюсь. Пока только там 16 страниц где-то я прочел. Тут должно быть много комиксов, и тут будет уже конец ультимативного Человека-паука. То есть, то... Да емае, ты тоже ко мне так как-то пристаешь, что что-то смотришь на меня. А, ну, что-то прям упоминкает. Да, блин, для меня это скорее минус, понимаешь? Это равно... Они и так доезжают более-менее нормальными. А что это там такое? Не знаю, чтоб мягко было. А это что такое? Prime Day Amazon. Может, какой-то промокод? Может, ты выиграл тысячу долларов? Хотелось бы в это верить. Но я думаю, я бы играл пиздюлей какие-то. Да, может, промокод какой-то будет. Не, а при чем тут вообще Amazon? Я тебе заебай покупаю. Просто сотрудничают. Они не сотрудничают, это два конкурента. Тут ничего нет. Слушай, такое чувство, что кто-то просто что-то своровал отсюда и все. Она даже открыта. Ну да, кто-то что-то забрал. Боб Грановский. Ужали, его просто и вынули. Не люблю, я не люблю этот звук. Какая же ты. Я не стерплю. А она бы издевалась дальше, поверьте. Короче, просто хочу показать прикольную штуку. Сейчас, потерпи. Она как выглядит, короче, как надувной матрас. Можно на пляж. Плавать. Слушай, ну реально украли, походу. И при этом, посмотри, она ведь должна была лежать вот так, наверное. Насколько наплевательски. Знаешь, не украли, а из-за того, что ты не декларировал, они, наверное, изъяли. Изъяли, да. Ну, это похоже на подарок. И забрали себе. Правда? Это похоже на то, что чувак что-то приложил. И тут написано, даже вес есть у этого. 0,4 LBS. На хера они мне прислали пустую просто херотель. Могли бы уже не прислать, да. Хотя бы не знал. А вот это должно было лежать вот так хотя бы внутри. Ты прикинь, ну чувак, вот он постарался и запаковал вот так, а они привезли мне этот воздух и еще неправильно запаковали. Они просто положили коробку сверху. Им насрать. Вот этой покупкой что-то я так огорчен. Комиксы пока не огорчают. Огорчают прям вот наклевательское отношение с этих стороны шоп-фансов. Я прям вообще расстроен. Так это же не их сторона таможня. Нет, таможня так не фосваровать никогда. Аккуратно все сложил, молодец чувак. Но я его все-таки спрошу, что он там приложил. А он, я видела обложку. Блин, так не люблю-то, а ты видишь обложки. Ну тут много. Ничего себе. Тут много, я сказал, но это от одного человека. Как прячет. Не люблю ребят, когда он видит, потому что я люблю, когда он оценивает и видит их впервые. Ну что? Слушайте, ну эти выглядят так симпатичненько вообще прям. Я жалею, что я у этого чувака больше не купил. Куда уж больше. Куда? Коллекция только еще ты увидишь, как она сейчас начнет расти. Куда ты потом эти коробки будешь ставить. Ладно, короче, я не знаю, давайте идти... Тут есть продолжение истории Карнажа. Я купил пару выпусков, чтобы дать осмелиться. О, вот это сочная обложка. Ладно. Давайте начнем с вот этих трех. Давайте. Выбирай. Не знаю. Посерединке. Посерединке, хорошо. Вот так интересно выбирать. Итак. Двенадцатый выпуск. Двенадцатый выпуск. Реально охеренно выглядит. Но я его купил дорого за 9 баксов у этого чувака. Но он все первые выпуски продает дорого. Называется Battle Royale. Он офигенно выглядит, я имею в виду, в плане состояния. В плане обложки. Это не самая крутая обложка. Но я показываю. Кстати, кто это? Первый вопрос, Настя. Ведь мы смотрели вчера фильм. Это Электро. Да, это Электро. Местный. Тут он, если что, лысый и вот такой. 8. Но тут он в комиксе по-другому выглядит. Он лучше выглядит в комиксе. Тут как-то он такой листовка немножко другая. Сочнее бы фиолетовый и вообще бы 9 было бы. А, ну да, желтый и фиолетовый, кстати, хорошая комбинация. Мне нравится состояние комикса. Надо увидеть его внутри. Надо увидеть его внутри, да? Потому что тут он выглядит вообще шикарно. Прямо 9,8 реально. Хорошо, положил здесь. Выбирай. Будем так теперь делать, так интересно. Левый. Вот это? Это правый называется. Это левый. У меня он справа. У меня левый это. Хорошо. Блин, вот ты выбираешь все, которые я... Ну, а, на самом деле, по обложке мне тот больше все нравится. То есть четко выбираешь. Хорошо, ну тут вот вроде тоже неплохое состояние. Ты не оценишь этот выпуск, потому что тут муравей, прям муравей. Но 9,8 я, по-моему, поставил. Обложка вот такая. Meet the Enforcers. Руки самознающие. Четыре балла. За что? Просто он здоровый. Кто он? Вилсон Фиск. Ну, не нравится. А Человек-пок это 16 лет жарен. Ужасно, просто нарисовали, ты посмотри, как нарисована... Я и 10 поставил. Вот это. Я и 10 поставил. Я и 10 поставил. Ладно, может быть 9. Мне понравилось белое. Где у него рот и нос должен быть. Посмотри, как это нарисовано. Как будто он свинья там. Из мультика. Не имею ввиду. Из та свинька. Да, да, да. Питер Паркер. Да. Ладно, хорошо. Следующая обложка. Сколько? Как-то ты быстрый. А ты свою оценку 10 сказал? 10 или 9. Я ставил в приложении, я уже не помню. А то оценки электро. Тоже надо смотреть в приложении. На данный момент сколько ты ставишь? 9. Походу там 8, возможно. Ладно. Вот тут мне Бегли. Это, в принципе, вот так мне нравится, когда он рисует. Это 66 выпуск. Even we don't believe this. Даже мы в это не поверили. Ну, ты узнаешь, кто тут на обложке. Ладно, даю оценить. Это Росомаха. Да, правильно. По состоянию неплохую. Мне нравится. 9, 6, 9, 8 пока. Преговорите. Синий сочный цвет. Красивый. Мне нравится, когда он так выделяет. Оранжевый, синий. Росомаха, кстати, такое чувство рисовал другой художник. Вот, который мы здесь видели. Очень уж похоже на него. Вот здесь очень похоже на... Ну, он сильно выделяется. Видишь, он как-то... Он плавно выглядит, а вот он как-то нарисован... Я вот помню одного художника. Это вот этот Имманен. Длинное имя. По людям Икс я его помню. И вот такое чувство, это я прям он даже нанесал Росомаху. Твоя была оценка? 8. Я бы поставил 9, а то и 10. Обложка со смыслом, обложка красивая. Мне нравится. Не надо так на меня смотреть. Пожалуйста. Давай мы теперь все так сделаем. Мне нравится, мне понравилось, когда ты выбираешь. Выбирай. Все. Любой выбирай. Второй слева. Второй слева. Ну, нет, лево не это. У меня где лево. Блин, что ты не самый, типа, который... Ну, мне нравится больше всего. Ну, зараза. Так, ладно. Это у нас... Кстати, реально неплохое состояние. Реально. Я жалею, что это... Ну, ладно, тут есть косяки. Окей, надеюсь. Я уже увидела краем глаз. Что ты видела? Такой фон сильноватый какой-то. Ну, нет, извините. Короче, ладно. Это карнаж. Часть 5. То было часть 4. 64-й. Тут все. Ну, это Бэкли. Не нравится. 9. Ох, как быстро и как оперативно. Почему 9? Ну, прикольно. Мне нравится. Вот, стой. Я же сказал, что он рисует не один. Видишь, Изанова. Я сказал тебе, Изанова. Да? Ты только сказал, Вон, да. Вот карнажа нарисовал вот этот Изанова. Человека-паука Бэкли. Посмотри, как выделяется и карнаж, и Росомаха. Вот они одинаковые. Это точно он вот рисует. Видишь, как они выделяются? У них прям видны все части. А Человек-паука такой более, ну, как-то лайтово нарисован. Ну, короче, как-то так. Так человек-паука Бэкли рисовал? Да, Человека-паука Бэкли точно тут нарисовал. А карнажа Изанова нарисовал. Он людей Икс рисует в основном. В те времена ультимативные люди Икс рисовал. Обложки. Мне тоже нравится эта обложка и вообще эта история в целом. По-моему, она достаточно интересная. Следующая. Давай цифру называем. Твоя оценка. Девять, десять. Так ты, как-то, ты мне говоришь нечетко. Нет, ты мне разверни, как ты так делал. Я тебя выберу, а не цифру. Вот там, первый справа. Сложно судить состояние, реально, пока не открываешь, на самом деле, книгу. Короче, это ультимативный Человек-паук, только линейка уже называется Ultimate Death of Spider-Man, прелюдия. То есть, ну, тут Человек-паук умрет, но и спойлеры, да, прям, для тех, кто не читал. Ну, это обложка, не могу сказать, что я ее сразу фанат. Комикс вроде не в плохом состоянии. Посмотрим, что поставит Анастасия. 154-й выпуск. Это уже не Бэгли, точно. Даже не буду думать пока, кто это. Просто показываю обложку. Женщина-кошка, вроде как. Кто это по центру, без понятия? Подержи, подержи, вот так. Ты что, муку приближаешь? Ну, девять можно поставить. За что? Так там же нечего приближать. А хвост какой уродский, посмотри. За что тут девять? Посмотри, как будто хвост из жопы какой-то непонятный, как нарисовать. А, у нее хвост еще есть? Какой-то, да, вот именно, какой-то хвост, у нее нету хвоста. Что ты там приближаешь? Что ты смотришь? Короче, ну тут вот, видишь, оставили свои автографы, кто-то Минни, Мэнглэрли. Прикольная обложка, она ярко смотрится. Она не ярко смотрится. Бэндис. Рисует вообще какие-то нуннырные. Видишь, Мэнглэрли походу свалил. Девять. Девять. Пять. Просто на зло. Но я не поставлю пять, когда я целил. А зачем ты кидаешь? Да. Тут есть одна обложка, которая мне прям... Даже вот тут еще, я бы сказал, я не смотрю, тут осталось еще четыре из пяти, которые мне более мне нравятся. Давай вторую справа. Ну, вроде как одна из тех, которые мне нравятся. Так, но это не Бэгли, это не Бэгли. Но обложка сочная. Тут это Оливер, Моралес, Лоура. Походу, три человека рисовали обложку. Смерть Человека-паука. Это был 154-й, 155-й выпуск. А, то есть это продолжение после того выпуска? Да, ну это как бы серия, типа Смерть Человека-паука. Она называется. После нее появился Майлс Моралес. Это Зеленый Гоблин там? Зеленый Гоблин, видимо, Песочный Человек, Доктор Осьминог, Стервятник, Крейлин Охотник и Электр. Ну, видишь, тут Электр уже так нарисован. Я же говорю, художники, каждый по-своему нарисуют. Если кто-то... Ты еще не видела просто, как же его зовут? Ну, помните. Пиццей пахнет. Да. Но Человек-паука сочный, как там, блестящий. Он как будто блестит. Семь. Десять. Это обложка. Прикольнее, кстати, молнии или что? Вот это вот. Гоблин прикольный. Нет, молнии. Электр, да. Семь. Ну, восемь. Сколько я сказал, семь? Семь. Ну, восемь тут можно поставить смело. Ставь восемь. Не, я бы девять ей поставил. Десять, конечно, навряд ли. Мне кажется, или ты бы всем девять поставил? Ты делаешь, знаешь, когда нравится, типа, серия и комиксы, его интересно читать, и обложке хочется поставить нормальную оценку. Но обложка — это вид комикса. Не думаю, говорите вот этот. Давайте сейчас ты скажешь. Четыре осталось, да? Да, четыре осталось. Давай первый слева. Нет, давай не его. Я хочу ее на конец. Ладно. Давай тогда второй справа. Нет, давай не эти. Давай вот это. А он не меньше. Он таванится. Ладно. Так, смерть Человека-паука ультимативного прелюди. Так, а сколько он будет умирать в каждом? Это 153-й. Был 154-й, 155-й, а это 153-й. Так, а как он умирает и оживает? Он не умирает. Это такая линейка называется. Он не за один выпуск умирает. Мне-то неинтересно, что-то. Ну, тут его, как бы, типа, разрывают. Опять, давайте посмотрим. Опять ты бубы приближаешь. Ты даже не знаешь, кто это. Это Silver Sable. Конечно знаю, это Silver Sable. А на русском? Силе. Серебряный Соболь. Лучится. А может быть, я не знаю, сколько Соболь. 4 балла, 3 балла. Ну, мне нравится то, что она тут по-другому нарисована. И тут другие злодеи, другие художники. Они же прям каждый выпуск, вообще, 4 разных художника. И я бы тут 9 тоже поставил. Не знаю. И, кстати, реально состояние... Ну, бывает, привыкаешь к одному художнику, например, к Бегли. Да, к Бегли. Ну, бывает, что ты привыкла к Бегли. И когда уже ты привыкла? Ты привыкла? Да, я привыкла. Ты привыкла. Ладно, давай, вот тут реально выбор. Ну, все. Кручу, верчу, там не смотри. Ну, ладно, давай сам тогда. Все, выбирай любой. Нет, выбирай любой. А, тебе все нравится? Все мне нравится. Ну, давай первый справа. Вот этот? Да. Хорошо. Так, Карнаж. Карнаж. Часть 3. 10 баллов этой обложки. И комик, кстати, выглядит 9,8. Бля, очень мне нравится эта обложка. Ну, прикольно. Это Бегли. Вот это Бегли вырисует. 10, я бы поставила. Ну, это сочная обложка. И тут Карнаж вот такой. Он Карнаж... Отсвечивает. Карнаж, он почти... По-моему, в этом комиксе он как бы и не появится. Он и будет вот такой слизью. Да, прикольно. Он и будет вот этой слизью. То есть, я помню, точно он убьет Гвен. Он не материализуется как бы в Карнажа. Не будет его носителя. А, ну смотри, опять-таки, это не один Бегли. Видишь? Бегли кровью как бы. И плюс Изанова. Опять Изанова вот этот помогает. Изанова, видно, помогает ему. Изанова, видишь, вот очень такие четкие вот эти детали. Прямо типа вот как каждая мышца видно. Вот Изанова он так рисует. Типа его так вот сделает. И вот видно вот каждую мышцу. Это 10. Это классная обложка. Кто скажет. Походу мы просто любим черный с тобой, да? Наверное. Наверное, это черный. Ну ладно, давай. Ну и тут все обложки я всем достал. Выбирай уже ты сам. Нет, выбирай любую. Я всем достал 10. Ну да, и первую слева. Ну ладно. Ну ты оставляешь прям типа последний выпуск. Это под конец. Это, по-моему, последний выпуск. 156-й смерть человека. Хорошо. Короче, так, хорошо. Это Карнаж, вот это 62, часть 3. А это 71 выпуск. После Карнажа там у Питера Паркера какая-то шиза в связи с смертью Гвен. И там, по-моему, во все вмешивается Доктор Стрэндж. Короче, эта серия называется Стрэндж, ну часть 2. И мне очень нравится эта обложка. Тут тоже видно, это Бегли и Изанова, потому что видны вот эти мышцы. Но мне нравится эта обложка. Тут классный калаш всех. Тут много всего, но тут как бы это все сны Человека-паука. Хотя обложка, что, бля, сколько злодеев, как ему всех победить. Это, видимо, какой-то Серый Халк, Доктор Сминог, Веном, Ящер, Росомаха, Электро. Электра. Повторюсь, Электр, да, ты не ослышалась. Зеленый Гоблин. Ну, мне очень нравится. И как они его разрывают. И на коричневом таком фоне с белым, потому что это кошмар его. Ну, в этом и прикол-то, что злодеев-то нет. И Электро, опять-таки. Ты любишь Электро и Электра. Это из Сорвиговой Электра. Ну, тут Настя задумалась, это точно не 10. Это точно не 10 от нее. 8, наверное. 8. Хоп, Гоблин. 8. 8. Я бы сказал 10, очень мне нравится, как тут нарисовано. Хотя, можно придраться ей вот к лицу, да, Электро. Такая она. И Халк вот этот, наверное, не сильно тебе серый нравится. Но это не Халк, по-моему. И Карнаж, кстати, есть тут сзади. Карнаж прикольно сделан. Ладно, последний. Если не ошибаюсь, ребят и девчата. Это вроде как последний выпуск ультимативного Человека-паука. А потом начинается серия, называющаяся Ultimate Fallout. Это вот Майлс Моралес. Ultimate Fallout. Майлс Моралес. Это в черном костюме? Да. Он как бы в этой плане. Это же Земля другая. Это не 616. Это Земля 1610. Ультимативная. А дальше уже какая-нибудь? Нет, это просто Земля. Вот действие мультика Майлс Моралес происходит на Земле 1610. Ну, ладно, мультика на другой Земле. Но там ведь тоже умирает Человек-паука, помнишь? Он ведь тоже там умирает, оригинальный. Так и тут. Но тут Питер Паркер тоже молодой парень. Ну, ладно, короче, неважно. Это, по-моему, реально последний выпуск. Вот именно Ultimate Spider-Man. А потом, потому что начинается тоже Ultimate Spider-Man, но про Майлл. Последний выпуск. От меня просто 10 баллов, потому что это концовочка. Сочный выпуск. И художник Бэгли, он вернулся нарисовать, видимо, последний выпуск. Ну, мне просто он нравится. Я не знаю, он отлично выглядит. Такой. Он обычный, он ничего такого выдающегося. Да, можно 9 поставить, можно 9. Ну, хочется 10. Отдать дань уважения художнику. 9. Ну, мне просто черная там больше всего понравилась. Ну, черная, конечно, вот реально. Давайте я окровенную. Это прям классная обложка. Даже хочется в CGC такой комикс, чтобы он был. Потому что, я так и сушу. Иногда мне когда нравится обложка, мне хочется этот комикс в CGC. Вот, если бы я увидел это, я бы сказал, да, я хочу, чтобы у меня было 9.8. Просто, 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 потому что он мне нравится. Его можно вот достать и не вот так показать, а в красивой, ну, красивом футляре, что пацаночка 9.8. В общем, все. На сегодня это все. Только ультимативный Человек-паук, как ей говорят. Что еще сказать? Могу сказать, что будет в следующий раз примерно, да? Все равно всем насрать на это. В следующий раз у нас будет, если все это дойдет, 15 новых комиксов. Новых. Я имею в виду 2021 года, которые прям вот вышли буквально 2 месяца назад. Они собирались. А также. Я думаю, не 3, я думаю, не 3, а 2 CGC, потому что 3 не влезут по цене. 3, 2 CGC комикса. Ну, подскажу так, что это продолжение тех комиксов, которых у меня есть. Ну, если Анастасия знает, что у меня есть Веном, очевидно, она поймет, что это уже продолжение Венома. И я уже надумал собрать всех Веномов в CGC-шках, потому что... Это crazy, да, это crazy. А также будет еще ультимативный Человек-паук. Просто. Слушай, а знаешь, у вас, возможно... Короче, мне надо все поаналитировать, потому что вот эти 4 комикса, возможно, не от того чувака, который я сказал, что он обещал, что там 9 и 8. Они как раз-таки еще лежат. И они будут в следующий раз. Их будет 5 штук. А это было 5 штук от другого чувака. А это Up to Eleven. Его я помню. И я не успел купить у него пару выпусков еще. Карнажа, потому что какой-то пиздюк их перекупил. Я просто долго сомневался. Ну, когда пропали парочка других выпусков. То есть у меня есть третья, да, четвертая и пятая часть карнажа. По-моему, здесь еще шестая, первая и вторая. Там обложки, кстати, похуже. Вот это, конечно, поварить. Ну, ты контент делаешь для своих зрителей. На сколько? Стараешься. На сколько? На 40 минут. На 40 минут? Блин, коробки две разбирала и пару комиксов. А, ну все. Всем пока. Спасибо за съемку, Анастасия. И увидимся. Буду сейчас коробки собирать.